Рассказ о детстве, отрочестве и молодости Томаса Мана основан на выдержках и серии биографии «Жизнь замечательных людей» под авторством Соломона Константиновича Апта, российского филолога-переводчика, который занимался изучением творчества зарубежных писателей и переводом их произведений на русский язык. Он появился на свет в домике с садом у Любыхских городских ворот, куда сенатор вывез на лето беременную жену четырехлетнего Генриха. Роды пришлись на воскресный июньский полдень и были легкими. Один из друзей семьи, большой любитель астрологии, составил гороскоп новорожденного, объявил, что благополучное положение планет сулит ему долгую счастливую жизнь и легкую смерть. Что ж, гороскоп не подвел. Томас Манн дожил до 80 лет и умер легко. А что касается счастья, то в чем его мерить? Если удачей в труде, радостью работы и завершением задуманных книг, то можно смело утверждать, что жизнь Томаса Мана была счастливой. «Детство у меня было счастливое, холеное», — говорил Томас Манн. Самой счастливой частью его детства были догимназические годы, потому что школу он ненавидел, и когда приближался конец каникул, у него разрывалось сердце от томительного сострадания к себе. У мальчика были великолепные игрушки, магазин с прилавком, весами и амбаром, точно такими же, как настоящие амбары у травы, рыцарское снаряжение из картона, усарское обмундирование, оловянные солдатики, лошадка-качалка по имени Ахилл. Кроме того, в доме имелся набор принадлежностей для кукольного театра. Мальчик рисовал, вырезал и прикреплял к деревянным подставочкам актеров, изображал дирижера и зрителей, подражал музыкальным инструментам, увлекаясь этой игрой в театр настолько, что часы, когда он ей отдавался, казались ему лучшими в жизни. На Пасху 1882 года, не достигнув еще семилетнего возраста, мальчик поступил в частную пройгимназию доктора Бессениуса. Школу он не взлюбил с первого дня, потому что она положила конец его детской свободе. Тогда же он полюбил вечера в обществе матери. Сидя у лампы, она обычно читала вслух сказки Андерсена или куски из большого романа Фрица Рейтера «Мои земляки». Томасу навсегда запомнился контраст между грубым звучанием слов северного диалекта и экзотическими очертаниями произносившего их материнского рта. Контраст этот объяснялся тем, что в жилах матери, кроме остийской, текла латинская кровь. Юлия Досельва Брунс, такова ей девичья фамилия, выросла, правда, в Любике, но родилась в Бразилии. Она была дочерью немца-плантатора и бразильянки португальско-креольского происхождения. Еще больше нравились мальчику те вечера, когда мать музицировала, пела под собственный аккомпанемент песни Шуберта, Шумана, Брамса, Листа, играла этюды и ноктюрны Шопена. Отец Томаса – Томас Иоганн Генрихман. Он уже четверть века владел унаследованной от деда и отца фирмы Иоганн Зигмундман, торговлей зерном, комиссионной и экспедиционной операцией. Он именовался консулом и представлял в Любике интересы Нидерландского королевства. Кроме родительского дома, где доживала свой век его мать, у него был прекрасный дом, построенный им для жены и детей по собственному вкусу. Он был не просто известным коммерсантом и уважаемым отцом семейства, а одним из самых известных и уважаемых горожан, одним из тех, кого называют отцами города. 1891 год был для семьи переломным. Сразу за смертью отца он умер осенью. Последовали ликвидации фирмы и продажи особняка. «Просторное обиталище», – вспоминал Томас Манн, – «где в парадном зале офицеры местного гарнизона, скользя по паркету, любезничались дочерьми Патриции, мы сменили на более скромное, расположенную в саду виллу за городскими воротами». Было решено, что на этой новой квартире мать и младшие дети Генрих после похорон уехал в Дрезден. Доживут до весны с тем, чтобы на Пасху переселиться в Мюнхен, а Томас останется в Любике и продолжит учение в гимназии. А в марте 1894 года, не закончив гимназии, без ясных планов на будущее, он прибыл в Мюнхен и поселился у матери. В апреле Томас уже сидел за конторкой Южно-германского банка страхования от пожаров, куда его стажером без жалования пристроил директор, хорошо знавший его отца. На службу он поступил таким образом не ради заработка, а потому что, как выразился потом, постеснялся сразу же и откровенно предаться праздности. «Да чего же трудно», — писал Томас Мэн позднее, — «сделать из себя то, для чего ты создал, и подняться до уровня намерений, связанных с тобой и Богом, даже если эти намерения довольно скромны». Субтитры создавал DimaTorzok